Продолжение следует... 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 уровня тестостерона до значения меньше 20 нанограмм на децилитр или в системе СИ 0,7 наномоль на миллилитр. Опять же, если говорить по влиянию на выживаемость, оказалось, это тоже одна из первых работ, что вы видите одинаковые результаты по выживаемости по сравнению с хирургической кастрацией. И вот здесь тоже вы видите медиана выживаемости справа при терапии дифирелином, при выполнении хирургической кастрации, двухторонней архидектомии, показатели абсолютно одинаковые. И если мы посмотрим, как разные агонисты, вы знаете, их сегодня 4 основных, трептерелин или дифирелин, лепролелин, газирелин и бусирелин, есть еще антагонисты, я дальше чуть о них скажу, мы с вами увидим, что несмотря на то, что они примерно одинаковые, на самом деле не совсем одинаковые, вы видели, или дифирелин обладает большим сродцом к рецептерам, может быть за счет этого и большего глубины подавления тестостерона, риск смерти больных, это вот такой метаанализ, это конечно не прямые сравнения, но тем не менее, метаанализ британского вот этого агентства NICE показал, что дифирелин выигрывает, причем достоверно выигрывает уилей параллелины, и имеется тенденция к снижению смертности по сравнению с газирелином также. Почему агонисты ЛГРГ стали основным вариантом андроген-депривационной терапии? Потому что, конечно, хирургическая кастрация, как ни рассматривая ее, это очень серьезная психологическая травма для мужчины, и любой мужчина, я думаю, в здравом уме хочет избежать этой процедуры. Исторически также одним из методов подавления тестостерона была терапия эстрогенами. Сегодня мы, конечно, от нее полностью отошли, потому что она обладает гораздо, эстрогенотерапией, гораздо более высокой сердечно-сосудистой токсичностью, и частота осложнений очень высока. Если мы возьмем антиандрогены первого поколения, флутамид, бикалутамид, монотерапия, этими препаратами тоже использовалась в свое время как метод антиандрогенной терапии, но, конечно, терапия агонистами ЛГРГ, это продемонстрировано во многих исследованиях, обладает значительно лучшей эффективностью и позволяет увеличить выживаемость больных. Вы знаете прекрасно, что эти препараты выпускаются в пролонгированных вариантах, и поэтому очень удобны для применения в клинической практике. Ну и если мы отменим этот препарат, то, возможно, обратимость супрессии тестостерона, конечно, интермитирующую гормональную терапию мы сегодня можем применять только у небольшой части больных, это больные с биохимическим рецидивом после радикальных методов лечения, или больные с локализованным или местно распространенным раком, кому мы не можем провести, имеются противопоказания, простатой к тайме и к лучевой терапии, и мы можем им предложить тоже интермитирующую андрогенную блокаду. Это, естественно, можно выполнить только с применением препаратов. Есть, я уже упомянул Дегареликс, препараты класса антагонистов. В чем их преимущество, вы тоже хорошо знаете, это отсутствие синдрома вспышки, то есть того кратковременного подъема уровня тестостерона, который в первую неделю наблюдается при введении агонистов. Но те преимущества, которые обсуждались еще лет 10 тому назад, это увеличение выживаемости, выживаемости без прогрессирования были такие работы, а самое главное, снижение риска сердечно-сосудистых осложнений у больных с исходными интеркурентными сердечно-сосудистыми заболеваниями при применении Дегареликса, они не подтвердились. Те исследования, которые были инициированы, знаете, оно одно, самое крупное было вообще закрыто, как оно, прононс, да, оно называлось, Вагиф Ильич, прононс, да, вот, ну, закрыли, потому что мы туда с ним вступили, и его тут же закрыли. Вот, и на самом деле не было никаких различий в частоте сердечно-сосудистых осложнений, не подтвердилась эта гипотеза, и поэтому недостатков у антагонистов гораздо больше. Во-первых, вы знаете, высокая частота аллергических реакций, а во-вторых, те, кто работал с этим препаратом, знают, какой большой объем вещества надо ввести, это очень болезненная, неприятная инъекция, и существует только одномесячная депоформа, то есть каждый месяц больной должен мучиться вот после этого введения, поэтому комплоентность пациентов к назначению этого препарата, она очень невысока, и именно вот поэтому еще, это, по-моему, данные 19-го года, да, даже 17-го, ну, тут ничего не изменилось с тех пор, это вот каждые два года собирается такой консенсус по терапии больных распространенным раком предстательной железы, мы с Северой Борисовичем были в базе на этом консенсусе, хорошая конференция, да, и вы видите, что большинство экспертов, а там и медицинские онкологи, химиотерапевты, и онкоурологи, и лучевые терапевты обсуждают, как лечить, так вот вы видите, 69% высказали за монотерапию агонистами ЛГРГ, ну, с коротким курсом профилактики синдрома вспышки, еще 14% за МАП, 10% за то, чтобы начать с антагониста, чтобы сбежать синдрома вспышки, а потом перейти на агонисты, то есть в целом мы видим, что 92% опрошенных высказались за агонисты ЛГРГ как базовую андроген-депривационную терапию, поэтому сегодня мы ее тоже, я думаю, все с вами наиболее часто и применяем, но о чем надо помнить во время этой терапии? На самом деле очень важно, и мы это часто в нашей рутине забываем, очень важно добиваться глубокой супрессии тестостерона и контролировать, чтобы эта глубокая супрессия сохранялась на протяжении всего периода лечения. Я уже упоминал, что после хирургии... Ведь как исторически происходило? Сначала иммуноферментные вот эти тест-системы, которые определяли уровень тестостерона, не могли ловить уровни гормона меньше, чем 50 нанограмм на децилитр. И поэтому кастрационный уровень, вот этот дискриминационный, был выбран как 50. Но это неправильно. После кастрации он составляет 15. И поэтому современный кастрационный уровень тестостерона должен быть определен как 20 нанограмм на децилитр или 0,7 наномоль на литр. Почему это важно? Потому что большое число исследований, я не буду на них останавливаться, ретроспективных, показали, что чем глубже мы подавляем тестостерон, тем лучше результаты лечения. И по беспрогрессивной выживаемости, и по времени до развития кастрационной резистентности, и по общей выживаемости. Вот исследования, кстати, проспективные, рандомизированные исследования КЛОЦа, где сравнивали интермьютирующуюся непрерывной терапией после лучевой, рецидивов после лучевой, но суть не в этом. Они промониторировали тестостерон, и оказалось, что глубина снижения тестостерона коррелирует с выживаемостью до развития кастрационной резистентности. Если она была вообще больше 50, желтая кривая, совсем плохая, вот эта беспрогрессивная выживаемость. Если меньше 50, но больше 20, синяя кривая, несколько лучше, но значительно улучшала вот эту выживаемость до кастрационной резистентности, статистически достоверно лучше, снижение тестостерона до уровня меньше 20. Далеко не все агонисты, в большинстве, ну в смысле у всех больных, позволяют осуществить такую глубокую супрессию гормона. Посмотрите, при лечении различными агонистами у 13-40% снижение тестостерона до уровня 20 и меньше не достигается. А я уже этот слайд показывал, что дифирелин позволяет достигать такого уровня больше, чем у 93% больных. И что очень важно, что это глубокое подавление сохраняется при лечении дифирелином на протяжении всего периода лечения. Вот в этой работе, вы видите, больных прослеживали 116 дней, и вы видите, что на протяжении всего этого периода лечения он падал до уровня меньше 20. К 4 неделям у 78% больных, к 8 неделям уже у 96%, то есть почти у всех. И он не повышался на протяжении всего периода супрессионной терапии. А вот другое исследование сравнило трепторелин и лейпролилин. И вот тут даже брали не 20, а 50, и все равно оказалось, что трепторелин, то есть дифирелин, подавляет постоянно, то есть у больных нету подъемов выше этого уровня. А вот при лечении лейпролилином, обратите внимание, наблюдались такие подъемы. Их называют прорывы, то есть подъемы выше кастрационных значений. И вот эти прорывы в другом исследовании, где изучали адювантную терапию, ну, эффективность адювантной лучевой терапии после лучевой, и у больных регулярно определяли тестостерон. Достаточно большое число больных, 361 пациента, и они получали различные агонисты ЛГРГ. Посмотрите, частота вот этих прорывов, то есть подъемов уровня тестостерона выше кастрационных значений при лечении пролилином вообще было 24%. То есть у каждого четвертого пациента при лечении газирелином и бусирелином у каждого десятого и самая минимальная частота подъемов уровня тестостерона была, как вы видите, у больных, которые получали дифирелин. Интересное корейское исследование. Ну, единственное, что они здесь вообще посмотрели подавление не то, что до 20, а до 10 миллиграммов. У кого тестостерон падал меньше 10 нанограмм на децилитр. И обратите внимание, что, опять же, вот такое наибольший процент больных, у кого удавалось добиваться такого глубокого подавления гормона, это были больные, которые получали трипторелин, 93%. Те, кто получал газирелин, всего лишь в половине случаев, ну, чуть больше, имели такое глубокое снижение уровня тестостерона. Причем это не зависело от того, извините, вот на этом слайде получали больные, нет, да, получали больные монотерапию органистами или в комбинации с антиандрогенами. Ну, то, что здесь называется полная андрогенная блокада. Ну, на графике то же самое показано, вы видите, что снижение уровня тестостерона, наиболее глубокое, наиболее низкие значения были достигнуты при терапии именно дифирелином. Интересная работа. Когда мы сегодня назначаем агонисты ЛГРГ? Конечно, мы можем их назначить на стадии локализованного опухолевого процесса, но только в тех случаях, когда мы не можем провести больным радикальное местное лечение и они имеют высокий риск прогрессирования. Ну, как правило, он определяется, вы видите, высоким уровнем ПСА и быстрым удвоением ПСА. Иногда мы назначаем эти препараты в качественной адювантной терапии перед лучевой терапией или брахиотерапией для снижения объема предстательной железы. При местном распространенном опухолевом процессе мы часто назначаем эти препараты в качестве неадювантного и адювантного лечения в сочетании с лучевой терапией или адювантной терапией после хирургического лечения. Но наиболее часто, конечно, мы назначаем эту терапию у больных метастатическим раком, но если раньше, еще не так давно, это был стандарт андрогенная депривация как монотерапия у этих больных, то сегодня, конечно, мы назначаем комбинированное лечение, но не то комбинированное лечение, уважаемые коллеги, на котором мы росли, к которому мы привыкли и которое мы сегодня должны выбросить на свалку истории. Я имею в виду максимальную андрогенную блокаду с применением флутамида и бекулутамида. Метод этот был предложен еще в 1982 году Фернаном Лабри и поначалу был большой энтузиазм и действительно много исследований показали, что якобы максимальная андрогенная блокада увеличивает выживаемость, но потом, вы знаете, были проведены два мета-анализа, которые показали, что она увеличивает вот настолько, а побочные эффекты вот настолько и никаких клинических преимуществ, конечно, вот это старое, назовем ее так, максимальная андрогенная блокада с применением антиандрогена первого поколения сегодня не имеет и применяться в клинической практике не должна. Не потому, что я так говорю, потому, что так говорят национальные клинические рекомендации, которым вы обязаны следовать. Какие комбинации мы должны применять сегодня, я думаю, вы хорошо знаете. Большое число исследований продемонстрировало, что комбинации с андроген-депривационной терапией, с антиандрогенами нового поколения аполутамидом, энзолутамидом и химиотерапией доцитокселом увеличивает достоверно продолжительность жизни, причем намного продолжительность жизни больных. Помимо увеличения продолжительности жизни, конечно, мы еще преследуем, проводя гормональную терапию и улучшение качества жизни больных, а на качество жизни серьезно влияет качество мочеиспускания и поэтому интересные были проведены работы по сравнению того, как агонисты, различные агонисты влияют на симптомы нижних мочевых путей, в частности, например, было проведено сравнение дифириллина и лейпролилина в отношении именно качества мочеиспускания и обратите внимание, что при терапии дифириллином, причем средний объем предстательной железы то есть снижение объема предстательной железы произошло при лечении дифириллином на 50,5% а при лечении лейпролилином всего лишь на 14% уменьшился объем предстательной железы и вот здесь не IPSS нет подождите это да значит ну обратите внимание что здесь показано что у 40% к 48 неделе лечения дифириллином отмечено существенное улучшение мочеиспускания и вы видите снижение этих симптомов нижних мочеводячих путей ну я уже говорю почти на 40% и опять же если это больные были исходно с тяжелыми симптомами у них вообще на 80% снижалась симптоматика при применении дифириллина ну и вот здесь это да показано в больной оценке это не IPSS а по 6-ти бальной шкале вы видите существенно улучшалось качество мочеиспускания при лечении этим препаратом ну и в заключении коллеги просто повторю то что вы прекрасно знаете что действительно андроген депривационная терапия является базовым методом лечения особенно у больных распространенным раком предстоятельной железы у больных метастатическим раком она должна проводиться пожизненно и непрерывно и на нее уже наслаиваются все другие методы лечения золотым стандартом андроген депривационной терапии остаются агонисты ЛГРГ но мы с вами обязательно должны во время этой терапии добиваться наиболее глубокого подавления уровня тестостерона и регулярно контролировать этот уровень потому что он может увеличиваться и вот Селл Борисович в своем вступительном докладе уже показал один простой прием который Аксихедерайх предложил переключение с одного агониста на дифирелин позволяет даже вот такой простой прием если вы контролируете уровень тестостерона у 25% предотвратить прогрессию заболевания спасибо спасибо Продолжение следует...